Друзья, всем привет! Вы на канале Epic Board Shop TV. И у нас сегодня интересная тема, которую я посвятил парафинам, ваксам. Действительно, эта тема очень актуальна для практически любого сноубордиста, потому что хорошее скольжение – это залог, опять же, хорошего катания. Давайте сначала разберем, что же такое скольжение. Принцип скольжения сноуборда – это, собственно, когда скользящая поверхность доски соприкасается с поверхностью снега, за счет силы трения образуется такой микроводный слой, и, собственно, за счет этого происходит скольжение. И это скольжение, соответственно, может нарушить, ну, по крайней мере, в такие два популярных фактора. Это сухой скользяк, который обладает какими-то царапинами, ворсами, высохшим парафином. Это препятствует, собственно, скольжению. И вторая причина, которая тоже достаточно популярна, которая тоже препятствует скольжению – это низкие температуры. Многие из вас наверняка могли замечать, что когда на улице минус 25 и минус 30, то доска абсолютно не едет. За счет трения вода практически не образуется, потому что экстремальные температуры, и доска перестает ехать. Поэтому, чтобы улучшить скольжение, за скользяком нужно ухаживать, помимо парафина, а также следить за его состоянием, наличием каких-то царапин, глубоких царапин, которые тоже нужно заливать, либо, если они совсем глубокие, ставить специальные заплатки. Сервис действительно на сегодняшний день тоже достаточно большой в этой отрасли, и сегодня применяется гигантское количество специального оборудования, материалов, которые могут восстанавливать скользяки любых сноубордов, начиная от самых простых, заканчивая какими-то самыми топовыми скользяками. Вот. И также, опять же, на сегодняшний день есть гигантское количество разных парафинов, начиная от способа нанесения. Есть парафины, которые используются, так называемое, горячее нанесение с помощью утюга. Есть парафины с помощью холодного нанесения, мы натираем скользяк. Есть разные температурные диапазоны у парафинов, начиная от универсальных, заканчивая какими-то тоже, опять же, экстремально низкими температурами. Есть парафины с разным химическим составом, содержанием фтора и так далее. Самый оптимальный парафин – это универсальный, который охватывает достаточно большой диапазон температур. Он подходит, в принципе, в большинстве случаев на все случаи жизни в катании. Ну, а если, конечно, уже речь заходит о каких-то специальных местах катания, где вы принципиально едете на курорт, на какой-то, вы знаете, что там будет холодно, конечно, можно уже использовать специальные температурные парафины, которые рассчитаны на определенный диапазон температур. Многие думают, какой использовать парафин, который наносится с помощью утюга или который наносится таким холодным нанесением. Конечно, если парафин наносится с помощью утюга, он более, скажем так, на долгое время сохраняет свои свойства, такая более капитальная база становится. А именно такие парафины, которые наносятся руками, они, конечно, гораздо быстрее теряют свои свойства, то есть приходится делать, собственно, такое нанесение чаще. Вот в данном случае есть такой Дакайн, Рубон Вакс, как раз рассчитан на Алтемп. Смысл в том, что вы, собственно, натираете скользяк парафином, и здесь на крышке такая пробка, из пробкового дерева такая, такой кругляшок, и потом, собственно, это все натираете, растираете, полируете доску. Вот такой тоже принцип, но он тоже работает, это тоже эффективная история, но его хватает на маленький срок. Конечно, самый простой вариант – это отнести доску в сервис, где на специальном оборудовании ребята быстро вам все настроят, сделают, и, собственно, вы придете, заберете доску и будете кататься. Можно, конечно, купить. Сегодня тоже все продается, есть специальные бутюги, цикли, разные щетки, полироли и прочее. То есть, можно, конечно, сделать это все дома на кухне, но это потребует, опять же, определенного навыка, и, собственно, конечно, это достаточно такая грязная история, потому что после парафина, наверняка, кто сам парафинит, понимает, что потом надо с пылесосом, с вениками бегать, собирать этот парафин. Поэтому есть определенные, конечно, издержки, но, тем не менее, это приятно, когда сам что-то сделал для себя, любимого, опять же, это тоже очень интересная затея. Смысл моего сегодняшнего обзора был в том, что пренебрегать такой истории не нужно, доску нужно парафинить, и более того, если у вас дорогие какие-то скользяки, они требуют более тщательного такого отношения к себе, более ответственного, поэтому, конечно, парафинить доски – это очень важно. Также есть очень много всяких ускорителей на сегодняшний день, которые увеличивают, опять же, скольжение, но все это очень интересно, и обязательно мы рассмотрим в следующем выпуске определенные модели парафинов, бренды и так далее. Спасибо, что смотрели, с вами был Epic Board Chop TV, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, и до новых встреч, пока!